Ракетные войска Ракетные войска Веками поколения людей одевали в военную форму и давали им в руки оружие. Это были грозные армии. Они приносили народам неисчислимые деды, наводили страх на целые континенты. И только партия коммунистов-ленинцев создала самую мощную в мире армию, главная задача которой — обустать агрессором, защитить и отстоять победы и достижения стран социалистического лагеря, сохранить мир во всем мире. Ради этой великой и благородной цели советский народ оснастил свою армию новейшим оружием, в том числе наиболее эффективным и сокрушительным ракетным оружием. Ракетные войска Подготовить ракету к подъему! Мы сейчас на обычных тренировочных занятиях в обычном подразделении советских ракетных войск. Установить ракету! Установить ракеты! Установить ракеты! Установить ракеты! Направить топливом! Эта формула для многих сложна, а сидящим здесь она под силу. Разными были жизненные дороги этих ребят, но всех их роднит огромная любовь к технике. Борис Боровик близко знаком с радиоаппаратурой. По этой специальности он учился в Львовском кинотехникуме. Мастером производственного обучения в училище механизации сельского хозяйства в Южном Казахстане был младший сержант Никитинский. Сотни километров сходил с геодерическими партиями на прохватке нефтепроводов в Татарии младший сержант Лазер Тахтаманов. Потомственный луганский железнодорожник Николай Коломийцев после окончания техникума работал на самых современных тепловозах. Лучшим специалистом по электросварке считался на Хмельницком заводе выпускник технического училища Владимир Майструк. Теперь все они носят гордое имя ракетчиков. Ракета-полеты. Это о ней мечтал русский революционер Кибальчик. Великий советский ученый Циолковский. А в августе 1933 года взвелась в воздух первая ракета, сконструированная советским инженером Цандером. И среди тех, кто отстоял нашу советскую родину от гитлеровских полков, тех, кто прошел трудный победный путь от берегов Волги до Эльбы и Берлина, Среди летчиков и танкистов, пехотинцев и артиллеристов, мы с чувством огромной благодарности вспоминаем гвардейцев-минометчиков, воинов подразделений легендарных «Катюш». Дорогие наши незабываемые «Катюши», как часто властно вмешивались в судьбу сражений, какой ужас вы наводили на наших врагов! Славные боевые традиции дивизионов гвардейских минометов свято хранятся теми, кто служит ныне в ракетных войсках. Далеко вперед шагнула за последние годы советская ракетная техника. Все новейшие достижения радиоэлектроники, ядерной физики, химии, металлургии нашли свое воплощение в современный баллистический ракет. Но хорошо знать теорию — это только полдела. Нужно научиться владеть, управлять всеми сложнейшими агрегатами и приборами своего грозного оружия. Высокая техника требует от воина огромного напряжения всех сил, полнейшей собранности и сильной боли. Этому учит своих подчиненных командир подразделения майор Ездунов. Приступить к работе! И когда воины начинают овладевать новыми специальностями, наставниками к ним назначаются самые лучшие специалисты. Вот как сейчас младший сержант Ахтаманов обучает Николая Коломийцева. Да, сложно. Действовать здесь необходимо быстро, точно. Табло готовности не загорается, а время на операцию истекло. Отставить. Повторить операцию. Опять не загорается. Сам Ахтаманов работает как будто спокойно. Но какой большой труд предшествовал этой четкости. Ведь автоматизм действий воина-ракетчика становится осмысленным, когда сидящий за пультом человек точно представляет себе, что происходит в это время в механизмах ракеты. Время Ахтаманова меньше контрольного. Тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Таково требование командира. Виктор Петрович Дездунов один из старейших советских ракетчиков. Впрочем, слово старейший мало подходит к 32-летнему офицеру. Жизнь офицера-ракетчика в постоянном совершенствовании своих профессиональных военных качеств. В непрестанных поисках. За то, сколько удовлетворения, когда не завершается успехом. За образцовое владение сложнейшей боевой техникой майор Ездунов недавно был награжден орденом Красной Свисты. Непрерывно обновляется техника. Все больше и больше должен знать офицер ракетных войск. Потому-то нередко часы своего отдыха Виктор Петрович отдает учебникам. И помощь товарища, порторга подразделения, старшего лейтенанта инженера Владимира Константиновича, Ногаец, всегда очень кстати. Ведь впереди ответственнейший экзамен для всего подразделения. Главная проверка его боеготовности – боевой пуск. Остановить программу! Впуск готов! Впуск готов! Впуск готов! Минутная готовность. Впуск! Пуск! Работа подразделения майора Ездунова получила от командования оценку Отлично! Ракета попала в цель за тысячи километров Большая радость для воинов Знаки классных специалистов Свидетельство высшего солдатского образования Сдал экзамены на классность по новой специальности И Николай Коломийцев Часто время отдыха ракетчики отдают спорту Ведь и при высокой технике воину теперь особенно нужны Выносливость, ловкость, решительность Субтитры создавал DimaTorzok А портрет нового классного специалиста Николая Коломийцева сейчас в Ленинской комнате Среди портретов лучших воинов подразделения Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok